Да я не стараюсь себя чувствовать звездой, во-первых. То есть я, как любой человек, который называет себя не просто актером, а называет себя творческим человеком, я стараюсь, наоборот, находиться больше среди людей, потому что там все темы. И вести себя как звезда не нужно, потому что тогда никто тебе не доверит ничего и не расскажет, и не покажет себя. И этот стиль, как мой, так и моих коллег по коллективу, вызывает ощущение простоты. И люди нам говорят, елки-палки, мы не думали, что вы такие на самом деле просто, и с вами можно так просто поговорить о чем-то. И когда-то я видел картинку, когда Александр Васильевич Масляков с высоты первого этажа тянулся, чтобы взять девочке листочек, порасписаться на нем. Маленький ребенок, ну, дядя Саша, распишитесь, и он лез весь в звездке, об эти колонны вышел, но дотянулся, расписался, отдал. И я сказал себе, вот поведение поистине знаменитого человека, но очень простое. И мне хотелось бы быть похожим на него вот в этой ситуации. Вот. Говорить с людьми через губу. Как говорил мой ректор Валентин Федорович Романов, доктор философских и исторических наук. Для меня просто кумир в науке. Он говорил, по-настоящему интеллектуальные и умные люди говорят всегда очень просто. И это полностью касается актеров. По-настоящему знаменитые, великие актеры, которых я встречал, они все были очень простые в общении, очень любезны. Вот. И Жванецкий Михаил Михайлович, и Хазанов при личном общении просто остаются просто творческими людьми с такими вот мозгами. И не катят впереди себя снобистское выражение лица и какой-то статус невероятный. Поэтому, когда я почувствовал, не почувствовал и не почувствую, не хочу почувствовать, хочу быть актуальным. Вот. Поэтому, но, есть несколько точек, когда ты чувствуешь внимание, когда к тебе подходят в аэропорту и говорят, можно сфотографироваться. Когда на Садовом кольце ты выскакиваешь, чтобы пить воды, протофизик говорит, можно с вами сфотографироваться. И ты думаешь, блин, приятно, черт возьми. Или когда гаишник останавливает тебя, открывается окно, он говорит, черт возьми, так приятно вас видеть. Поезжайте. Всем это приятно. На самом деле ты понимаешь, что ты чего-то достиг. Другое дело, как этим пользоваться.